Всем привет! Вы смотрите Универ-Ньюз. С вами сегодня я, Анна Глазунова. Прямо сейчас я познакомлю вас с новостями студенчества Казанского Федерального Университета. Так, сегодня в выпуске. С 29 по 31 мая в КФУ пройдет 5-й международный форум по педагогическому образованию. Студент Института экологии и природопользования КФУ Марат Зинатов – гордость Казанского Федерального Университета. 5 мая в Казанском Университете прошел турнир по настольному теннису. С 29 по 31 мая в Казанском Университете пройдет 5-й международный форум по педагогическому образованию IFT. Ученые со всего мира приедут в Казань, чтобы обсудить актуальные проблемы подготовки учителя в России и за рубежом. Целью форума является научно-информационный обмен российских и зарубежных участников достижениями в сфере развития педагогической науки и профессионального педагогического образования. Все подробности смотрите далее. Ученые со всего мира с 28 по 31 мая в пятый раз приедут в Казань, чтобы обсудить актуальные проблемы подготовки учителя в России и за рубежом. Пятый год подряд Институт психологии и образования Казанского федерального университета под эгидой Российской академии образования и Министерства образования и науки Российской Федерации на самом высоком уровне проводит ставший традиционным форум для представителей сферы образования и психологии со всего мира. За эти пять лет наш форум состоялся как очень значимое научное событие не только в России, но и в странах Европы. Сейчас это крупнейшая площадка по обсуждению проблем подготовки учителей школьного образования в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. В 2015 году на первый международный форум по педагогическому образованию приехало 100 участников, 6 из них иностранные ученые. Сейчас на форум было подано более 600 заявок. Именно столько ведущих ученых и практиков из 200 российских и 70 зарубежных вузов приедут с 28 по 31 мая в Казань. В этом году мы принимаем уже более 600 участников, которые представляют более 200 российских и зарубежных университетов. В том числе 70 из них – это зарубежные университеты, и более 120 участников будут представлять лучшие университеты Европы, Соединенных Штатов Америки, Китая и других стран. Всего в рамках пятого международного форума по педагогическому образованию будет работать три секции, на которых в качестве спикеров выступить представители университетов Оксфорда, Гарварда, Аризоны, Глазго, Дрездена и других престижных университетов мира, входящих в сотню лучших вузов мира по данным рейтинга КОЭС. В этом году тема нашего форума посвящена профессиональным компетенциям педагога, но внутри форума есть три конференции, посвященные отдельным аспектам педагогического образования. Форум дает педагогам из разных стран возможность познакомиться с передовой практикой педагогического образования за рубежом, обменяться учебными технологиями, материалами, опытом работы. Мы в лице своего форума создаем площадку для обсуждения наиболее сложных проблем, для поиска решения этих проблем, различных подходов и создаем своеобразный мост между российскими, заурвежными исследователями. Еще раз напомним, что пятый международный форум по педагогическому образованию пройдет в Казанском федеральном университете с 28 по 31 мая. Студенты Казанского федерального университета – целеустремленные, творческие и интеллектуальные молодые люди. Они увлечены, занимаются наукой и добиваются успеха в спорте. Наш университет привлекает самых ярких и одаренных людей, предоставляя возможность найти и развить свои таланты. Именно об одном из таких студентов и пойдет речь в нашем следующем сюжете. В институтах КФУ учатся много талантливых студентов. Кто-то хорош в танцах, кто-то занимается спортом, а герой нашего сюжета преуспел в научной деятельности. Марат Зинатов увлекся экологией еще в школе. Его дебют состоялся в седьмом классе. Вместе со своей преподавательницей по биологии Марат усердно готовился к своей первой олимпиаде. На него возлагал огромные надежды комитет школы, но первую в своей жизни районную олимпиаду по экологии Марат провалил. Но не отчаялся и стал готовиться на следующий год, уделяя много времени своему новому увлечению. К копилке достижений Марата множество побед на всероссийских олимпиадах. Также Марат является гранд-получателем президента Российской Федерации и Республики Татарстан за призерство во Всероссийской Олимпиаде школьников по экологии. Марат из маленького города Арск, и на базе школы ему было трудно реализовывать себя в научной деятельности, так как школьная лаборатория не обладала нужным оборудованием для его исследований. Но база Северного территориального управления Министерства экологии и природопользования пошла одаренному юноше навстречу и пригласила Марата заниматься экологией при их лаборатории. Так юношеское увлечение переросло в основную деятельность. Гранд-получатели каждый год должны подтверждать свое участие, свой грант, публикации, участием в олимпиадах, участием в конференциях, либо какими-то документами, что ты как-то занимаешься наукой, продолжаешь заниматься наукой в своем университете. Я сразу же пошел на кафедру прикладной экологии для того, чтобы сделать себе публикацию. Я еще в тот момент практически ничем не занимался, поэтому я подал на публикацию свою прошлогоднюю работу, с которой я выступал на Олимпиаде. А уже в дальнейшем меня закрепили за научным руководителем, и я начал заниматься биоремедиацией нефтешламов. Сейчас Марат обучается в Институте экологии и природопользования Казанского федерального университета, кафедра прикладной экологии. Став студентом, он также продолжил свою активную научную деятельность уже на базе института. Марат довольно часто участвует в различных конференциях, пишет публикации в научный журнал Института и продолжает покорять Олимпиады, только уже не школьные. За минувший год Марат стал призером в Олимпиаде «Я профессионал», успешно выступил на конференции «Геология в развивающемся мире», но несмотря на свою занятость, об учебе Марат думает в первую очередь. Всегда подготовлен, потлив по знанию, но и об одногруппниках не забывает, всегда придет на помощь и подскажет. За два года обучения сессии Марат всегда закрывает на отлично. Преподаватели очень гордятся им и всячески поддерживают его начинание. Марат очень активный студент, участвует в большом количестве Олимпиад, начиная со школьных лет и продолжая в студенчестве. Также активно занимается научной работой, участвует в конференциях и вообще такой, наверное, лидер своей группы или своего курса именно по научной работе. В ближайшее время у Марата планируется много выступлений на конференциях и презентации научных работ. Желаем ему реализоваться в научной деятельности и с каждым годом постигать все больше новых высот. Мария Кошеленко, Универньюз. 5 мая все желающие посоревноваться в игре в теннис пришли в культурно-спортивный комплекс Уникс. Участие приняли студенты, преподаватели и сотрудники Казанского федерального университета. О том, как прошли соревнования и что интересного было на турнире, расскажем вам в нашем сюжете. 5 мая в культурно-спортивном комплексе Уникс проходит первый турнир по настольному теннису. Более 20 участников пришли посоревноваться в умении ловкости. Турнир по настольному теннису на Кубок Победы 9 мая КФУ был посвящен 74-й годовщине Победы Великой Отечественной войне. Участие приняли студенты, профессорско-преподавательский состав, сотрудники КФУ и их члены семей. Многие приехали сюда целыми семьями. Преподаватель Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ позвала для участия мужа, ребенка и свою маму. Они отметили, что в теннис любят играть все, поэтому приехали посоревноваться и проверить себя. В таком составе это первое наше соревнование, честно говоря, чтобы 4 человека представляло нашу семью. Мама научила меня, потом мы с мужем научили сына, поэтому мы все теперь играющие люди. Оценивая соперников, думаем, что будет тяжело, но все равно выиграем. Мы справимся. Среди участников можно было заметить и ветеранов, которые ловко размахивали теннисной ракеткой. Их решительный настрой не дал расслабиться никому. Любовь к теннису у меня еще началась, когда учился в училище, уже где-то в 65-м году. Как вы думаете, какими главными качествами нужно обладать для того, чтобы обыграть своего соперника? Любить его, уважать. А студент Института геологии и нефтегазовых технологий КФО Азамат Мухамедзянов теннисом увлекается уже давно, поэтому с радостью согласился принять участие. Теннисом я занимаюсь примерно со второго класса, и тогда я ходил в спортшколу, в Башкирии еще. Здесь ветераны, они опытные, и не так, как, допустим, с молодыми. С ними там можно по-простому, а здесь они опытные, с ними надо технично играть. Основные задачи проведения подобного мероприятия – это привлечение внимания к здоровому образу жизни. Пропаганда настольного тенниса из-за хранения семейных спортивных традиций университета. Это программа оздоровления, которая делается в Казахстанском университете на сегодняшний день. Этот турнир позволит привлечь наших сотрудников и членов семей к спорту, к оздоровлению, и даст возможность поучаствовать в руде шпризов. По итогам победители разных номинаций получили дипломы и кубки. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. На этом наш выпуск подходит к концу. Смотрите на социальных сетях и будьте всегда в курсе новостей из мира студенчества. Еще увидимся. Пока-пока.